Всем привет! Это Антон АМК-Сервис. И сегодня я хотел бы поговорить про CBR 1000RR. Что стоит смотреть при покупке? Стоит ли вообще моноцикл рассматривать для покупки? Что на каких годах есть какие проблемы? И все-все-все с этим связанное. И с небольшими примерами, которые у меня уже встречались из практики, я покажу, что, зачем и почему. Все мои доводы будут подтверждены фактами из реального использования и, соответственно, из реальных ремонтов. Поэтому погнали! Вот имеется CBR 1000RR. Этот мотоцикл конкретно, по-моему, с 7-го года. Но с 4-го по 7-й год они чуть-чуть немножко отличаются. По мелочи пластиком, по мелочи компоновкой. Но мотор один и тот же. И мотор у них не самый надежный. Мотор у них в большей части своей будет самой главной проблемой этого мотоцикла. То есть ни коробка, ни пластик, ни какая-то ходовая часть. Тут все примерно так же. Все, что сможет человек посмотреть глазами, он все увидит. Но самого главного, то, что у нас находится в моторе, грубо говоря, обычный осмотрщик, который там берет 2-3 тысячи, который пришел, сверил номера, посмотрел все. И, грубо говоря, посмотрел визуальную и техническую составляющую. Этого всего не увидит. Косвенно можно увидеть только, либо если мотоцикл сильно дымит, ибо если он работает на, как, например, вот этот мотоцикл после, месяц после покупки у человека был и начал работать на трех цилиндрах. Человек обратился ко мне, говорит, у меня сильно течет вилка, у меня почему-то отключился один цилиндр вчера. Забери его, посмотри. И самое главное, в этом мотоцикле очень сложно долезть до свечей. То есть, почему он вот так разобран? Это все сделано для того, чтобы, ну, можно было снять свечи. Для этого мы снимаем фальшбак с бака, заднюю сидушку, фальшбак, правую и левую боковины пластика. Снимаем полностью корпус воздушного фильтра. Здесь вот эта верхняя крышка идет. Потом, соответственно, нижняя часть. Достаем в воздуханы. Самая нижняя часть воздухана, это, получается, крепление воздушных фильтров. Такие два колодца. Они откручиваются от передней ноздри, которая у нас прикручивается к радиатору. Мы ее отводим назад. Потом, соответственно, откручиваем радиатор, спускаем его с креплений и достаем вот эту вот ноздрю вот сюда вот вперед. То есть, если посмотреть, вот крепление этой ноздри, вот болтик, а вот мы сдвинули. И только тогда мы сможем долезть до свечных модулей, достать их и, соответственно, выкрутить свечи. А когда в собранном виде, у нас это все вот так перекрыто, и, соответственно, мы не можем достать свечные модули и ничего не можем сделать. Вот такая процедура требуется для того, чтобы просто добраться до свечей. Поэтому на выезде померить компрессию невозможно. Чисто теоретически предположить состояние мотора можно попробовать. Но, как выяснилось у нас с этим мотоциклом, как выяснилось у меня в других тоже случаях, если есть большое отставание одного из цилиндров по компрессии, мы увидим там вот такие свечи. Вот фото я привожу. И, соответственно, дальше я даже вот увидев такие свечи, не начал мерить компрессию, еще что-то. То есть, я уже понял, что там произошло. Я сразу залез с камеры. Вот вы видите все фото с камеры эндоскопа. Мы видим, что здесь есть многочисленные задиры. Мы видим, что здесь есть многочисленные следы масложора. То есть, задиры эти преобразовались не сиюминутно. Большие отложения на клапанах, на камере сгорания говорят о том, что масложор здесь был уже достаточно давно. И сиюминутно такие отложения не появляются. Если бы это появилось там в ближайший месяц, как вот человек его приобрел, то у нас были бы просто замытия, вот мокрый поршень, замытия небольшие. И начало каких-то отложений на головке блока и на клапанах. А тут уже видно, что многослойные отложения. То есть, мотор поджирал масло давно. Видно, что вкинуты новые свечи, скорее всего, для того, чтобы мотоцикл можно было продать. И он работал на всех цилиндрах. И вот такие вот последствия вас ожидают. Итак, вот еще один аппарат. Заехал ко мне с вопросом немножко поддымливая. Чуть-чуть не такие звуки в моторе. Течет вилочка. Вот конкретно сейчас буду его разбирать, смотреть, что там внутри. Для начала дам послушать, как работает. Ну, вы все слышали. В итоге, что мы сейчас сделаем? Снимаем заднюю сидушку, снимаем фальшбак, снимаем правую-левую боковины, раскручиваем корпус воздуха на весь из-под бака и раскручиваем, соответственно, откручиваем от радиатора ноздрю переднюю. И потом все это раздвигаем в разные стороны и сможем выкрутить свечи. Ну, свечечки вот в таком состоянии. Немножко мокрые. Все, получается. Ну, так как свечи новые, ставились. Вот такое у них сейчас состояние. Сейчас полезу индоскопом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть у нас здесь снимается только голова. Вот здесь вот у нас можно открутить голову. Вот здесь вот стык. Вот он. И все. Кроме головы, здесь мы больше ничего не можем снять. То есть блок цилиндров совместно со всем картером двигателя. И поэтому данный мотор с такими задирами может кто-то сказать. Да его загильзуют, все дела, все классно. Если вы готовы на эксперименты, как будет работать мотор с чугунными гильзами, но поршня предназначенная под алюминий, не косили, соответственно, и под не косили предназначенные кольца. Если кто не знает, то эти два материала не сильно совместимы, и кольца быстро стираются, и у вас начинает пропадать опять компрессия. Либо же у вас есть специальные поршня под чугунные гильзы, которые разработаны для этого мотора, для восстановления. Ну, я в сказки сильно не верю, потому что я встречал 954-й FIRE, у которого был загильзован мотор. Одна гильза в процессе работы просила на 2 мм. Попытались эту проблему потом убрать, сошлифовали блок, сошлифовали настолько, что при полном нагреве мотора поршни начали биться в голову. И там была отдельная история, если вы хотите увидеть эту историю, пишите в комментарии. У меня остались кое-какие фото-видеоматериалы, поэтому FIRE 954-й я могу из них так сделать сборное видео со своими комментариями, и, соответственно, потом сделать такой ролик на YouTube. А здесь получается у нас, мы что можем с этого мотора, с живого забрать? Получается правую-левую крышку, генератор, соответственно, колено и коробку. Все. Остальное все здесь идет на выброс. Потому что не косиль восстановить на таком моторе, это очень дорого. Загильзовать его нет большой надежности, потому что всякие разные методы, у кого-то работает, у кого-то не работает, но больше 20 тысяч я не видел, чтобы в одних руках он проехал, и все было классно. Все равно гильзует мотор, и тут же пытаются его слить, пока он не отрыгнул. Поэтому, если вы хотите купить литровый Fire, нужно в любом случае раскошелиться на выкручивание свечей и осмотр эндоскопом. При любых раскладах, если вы хотите купить Fire просто с визуальным осмотром, то вы можете нарваться. Вот именно на такой вариант. То есть сейчас мотор, вот есть объявление по Москве, гильзовка 150 тысяч, типа с какой-то гарантией. С какой, не могу сказать. Это, ну, как бы, там надо читать объявления, искать. То есть это то, что видно на просторах интернета. А стоимость мотора от 160 до 200 тысяч. То есть половина моноцикла стоит мотор. И когда вы покупаете моноцикл в неизвестном состоянии, вы можете нарваться на вот такой, соответственно, проблемный моноцикл. Что еще по этому литровому Fire? По такому литровому Fire очень частая проблема. Генераторы. Генераторы на 4-7 году одни и те же. Они стоят в левой крышке двигателя. Очень часто выгорают. Точно так же часто выгорают реле зарядки. Но это все из-за того, что плохие контакты. Мало кто их чистит. Они начинают нагреваться. Все оплавляется. И все это выгорает. В остальном все так же, как и у других мотоциклов. Осматриваем бак на наличие ржавчины. Осматриваем ходовую часть на наличие повреждений. Особых проблем каких-то здесь с рамой не бывает. То есть здесь рама достаточно прочная. Здесь она не лопается. То есть как бы осмотрели вот эти вот узлы на трещины, на какие-то скритые повреждения. И в принципе по большому счету по ходовью здесь вопросов мало бывает. Также если рассмотреть мотор более свежий у головастика, так называемого, с 8-го и свежее. С 8-го по 10-й год были также бракованные поршня. Был дикий масложор. И была у них убитая корзина. Здесь тоже мотоцикл встречается с шумной корзиной. Но это чуть реже, чем если брать например с теми же ямахами начиная с 4-го года и моложе. У них корзина более гремит чаще, чем здесь на фаерах. Вот. Поэтому если вы рассматриваете и скажете да надо взять там трушный там 954 фаер. Опять же говорю у них такой же блок. У них тоже бывают проблемы. Из недавнего вот 954 фаера он заводится, работает, все классно. Человек начал обращать, что он появился какой-то звук при полном нагреве. Даже сам полез, осмотрел сцепление, открыл там вкладыши снизу, посмотрел шатунные. Они тоже все хорошо. Потом в итоге привез мне мотор, говорит сделай эндоскопию, потому что надо понять что там с мотором. Вот вам фоточки с эндоскопа. Тут вы видите плюс-минус не такие жесткие повреждения как здесь на тысячном. Но точно такие же повреждения блока, соответственно есть такие же задиры на поршнях. И все это приводит к тому, что мотор тоже под замену. Либо под гильзовку, либо еще под что-то. Но смысл в том, что мотором опять надо заниматься. И опять, если взять 954 фаер, там чуть проще долезть до свечей, поэтому там тоже требуется осмотр с эндоскопом. Если вы скажете 929 тру или 919, так там тоже такой же мотор с некосильевым напылением. И там тоже есть проблемы с задирами. У меня был 919 мотор, у которого тоже были задиры, у которого тоже была сниженная компрессия на 6 единиц в одном цилиндре. И все это следы перегрева, либо, соответственно, некачественных масел, либо еще чего-то. Потому что знать всю историю моноцикла там за 20-30 лет практически невозможно. Поэтому, если вы хотите брать литровый фаер, 954, 929, 919, в том числе, вам нужно осматривать, обязательно выкручивать свечи, мерить компрессию и осматривать эндоскопом цилиндры. Это очень важно, если вы не хотите потом очень долго мучиться с заменой мотора, с гильзовкой и т.д. и т.п. Ко всему хорошему, Хонда подобный мотор применяет и на F4i. F4 и F4i у них тоже есть проблемы у некоторых мотоциклов с блоком, потому что у них блок тоже в единой схеме с картером двигателя, снимается только голова, поэтому там будьте здрасте, тоже посмотреть обязательно свечи, компрессию и мотор осмотреть эндоскопом. Вот такой небольшой ролик, больше разговорный. я тут не буду показывать какие там расходники, что там, как там, это не имеет никакого значения, потому что на каждом мотоцикле может полностью визуалка быть в идеале, но ушатанный мотор. Самая большая проблема литровых фаеров это уставший мотор, причем это относится к 4-7 году очень сильно, 8-10 там нужно смотреть, чтобы масложора не было, потому что там был косяк с поршнями, с кольцами и с корзиной, чтобы она не гремела, а вот уже доработанные моторы с 10-го и выше года, там просто нужно осматривать компрессию и т.д. и т.п., потому что там мотор уже чуть-чуть доработали, изменили поршня, изменили корзину и он соответственно более надежный. Но опять же, это уже другая ценовая категория и как раз таки самая часто покупаемая ценовая категория это мотоциклы грубо говоря с 2000 по 2010 год, потому что чаще всего покупают их либо новички либо кто пересел с 600 чтобы немного добавлять и получают вот такие вот потом веселые последствия. Все говорят, что хонда надежная, в итоге вот вам хонда. Вот такие вот подробности можно увидеть, когда залезаешь в бушный моноцикл. Это не единичный случай, это вы можете зайти в интернет и повсеместно вам будут говорить, что масложор есть на этих фаерах, есть не только масложор, есть еще и вот такие задиры. Есть решение, можно купить блок CBR 1000R, там блок уже доработанный, он сюда становится в этот моноцикл болтом, то есть как бы не требуется доработка никаких креплений, то есть покупается блок, нижняя часть, вы ставите свою голову, накидываете свой ГРМ, та-та-та и погнали. Тот мотор работает лучше, потому что там уже тоже доработанный. Но опять же, тот мотор рассчитан чуть под другую мощность, как долго он проходит на мощности, грубо говоря, полносильной, потому что там сниженная мощность до 150 сил, здесь 178, насколько там все это рассчитано под увеличение мощности, не могу вам сказать, но есть люди, которые ставили от CBR 1000R блок, и у них все классно бегало, то есть как бы все становится, все работает. Опять же, поставили, покатались какое-то время и продают мотоцикл, потому что уже хлебнули горе и хотят негативные эмоции, чтобы вызывал мотоцикл, когда ты подходишь к нему, вспоминаешь, сколько ты с ним занимался сексом и понимаешь, что хочется чего-то того, что будет дарить тебе более позитивные эмоции. Поэтому привет всем тем подборщикам, вы потом можете просто нарваться на претензию от покупателя. Если вы не хотите этого, привозите мотоцикл в сервис и говорите всем клиентам, которые хотят купить этот мотоцикл, что требуется глубокая дефектовка мотора, так как в этих мотоциклах мотор самое слабое место из всего мотоцикла. А всему хорошему очень дорогое. Возможно, я несколько раз повторялся, но опять же, мне многие перематывают, видео и хотят, чтобы побыстрее что-то увидеть, какой-то трешак. Трешак здесь был в начале видео, а дальше идет чисто донос информации до покупателей, которые хотят приобрести данный мотоцикл. Не стоит брать его на шару, только с глубокой дефектовкой, потому что потом это вылезет вам в копеечку и очень большие головные боли и нервы. Вот такое у нас получилось видео. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если оно вам полезно, если вы хотите в данном формате видеть видео про другие модели, пишите список моделей, которые вы хотели бы услышать мое мнение с самыми так часто встречающимися проблемами. И тогда я сделаю обзоры на эти моноциклы, чтобы у вас было полное понимание, что где смотреть и какой моноцикл более надежный. Это уже топы бушных моноциклов везде есть, но если вы хотите услышать мое мнение, как механика, который работает с этими мотоциклами больше 15 лет, я вам свое мнение скажу. Поэтому делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр и пока!